Мама у меня русская, папа чечен По характеру я думаю, что я все-таки чеченец Не знаю, так получается, это само приходит, я не знаю откуда это берется Маленько взрывной характер у меня, на ровном месте могу взорваться Но на самом деле у меня и папа, и мама, они сильные люди У меня родители развелись, когда мне было 7 лет, 6-7 год Поэтому я старший в семье, кроме меня еще есть у меня два брата, сестра Жил в деревне, времена были тяжелые В основном ходил в лес, на рыбалку Собирали там всякие ягоды Охотились, ну получается, в основном, в том время проводил в тайге где-нибудь Бывало, с отцом заезжали на полмесяца, на месяц в тайгу Жили там, конечно Мы ходили, собирали клюкву, выносили ее с болота и продавали Это, наверное, первая работа Клюква, она, мы ее едим, до сих пор я ее люблю Я пытаюсь, я сейчас живу на Кубани, здесь клюквы нету Я пытаюсь заказывать, не то, что пытаюсь, а прям заказываю Мне родственники отправляют, там, ведерко два Каждый год стараются для меня отправить на эти пути Ни с того, ни с сего так вот случилось 15 лет заболел, потерял ноги Ты живешь, у тебя там жизнь такая Ты ни о чем таком не думаешь Живешь, живешь Тут такие проблемы, ты не понимаешь, что происходит Но борешься, продолжаешь бороться Сложнее гораздо, когда ты уже выходишь из больницы без ноги Для тебя все кажется иногда недосягаемым Желание есть, все повторить то, что ты делал И продолжать так жить Но есть определенные нюансы Больше скажу, я приехал в деревню на протезе И для меня реабилитация была Я себе поставил задачу Я пошел так же на охоту Я пошел так же на клюкву Вот как ходил, ничуть не меньше Я приходил в час-два ночи Уже позднее, потому что я шел медленнее Вот У меня там распухало все Такие сложности были Ложился спать У меня час, наверное, на судороге сначала били А потом я вырубался А утром по новой На самом деле очень люблю природу Люблю находиться в лесу Сейчас, не сейчас, а уже на протяжении долгого времени На самом деле всей моей спортивной карьеры Я не могу так часто бывать в тайге В лесу Но периодически я стараюсь Хотя бы там раз в год По завершению своих основных стартов Я беру небольшой отпуск и уезжаю После чемпионата мира 2019 года Я заехал на 10 дней в тайгу Вот так же, как было раньше Мы ехали, добирались туда двое суток Сутки были там Двое выезжали Пришел в спорт я в 2002 году Получилось абсолютно случайно На тот момент я приехал в город Я из деревни родом Приехал в город В паратезную мастерскую Ну и там познакомился с человеком Который занимается спортом Он меня пригласил Я пришел, посмотрел Ну так и закрутилось Чемпионат России выступали Потихоньку, потихоньку Дошел до чемпионата Европы В 2006 году мы выехали на чемпионат Европы В составе сборной Взяли там золото В 2008 году я уже начал завершать Свою волейбойную карьеру В конце 2008-го В начале 2009-го я начал заниматься Фехтованием паралимпийским В паралимпийском фехтовании Можно фехтовать два вида Выбрали шпагу Потому что она более близка к рапире Ну, кажется так Тренировался я на рапире Но шпага у меня всегда лучше получалась Маленькое Восприятие шпаги другое у меня Я считаю, что паралимпийское фехтование Отличается тем Что у нас постоянный контакт идет Ближний бой У нас нет возможности уйти Подумать, принять решение Убежать от атаки соперника И постоянно в бою Ты должен Получилось, не получилось Противник на тебя идет в ответ И ты должен постоянно быть на чеку Нет возможности уйти Фехтование в Омске началось с меня И там еще двух-трех человек Нас набрали Тренер Куртов Валерий Петрович Набрал команду Мы начали потихоньку заниматься Буквально Через два месяца У нас был первый выезд Сибирский федеральный округ В город Новосибирск Первый день соревнований Я на шпаге занял третье место Но мне этого было мало Я считал, что я могу больше На следующий день Второй день соревнований У нас была рапира В финале Я одержал победу над своим соперником Городом Новосибирске И стал первым чемпионом Сибирского федерального округа Через полгода Я начал заниматься фехтованием У нас был Кубок России В Уфе Я на него поехал И занял третье место Проиграв на шпаге Тому парню, у которого в Новосибирске выиграл Рапиру Ему проиграл на шпаге Стал третий И второй стал на рапире На Сибирском Буквально еще через полгода Проходил чемпионат России в Москве Вот тогда я стал чемпионом на шпаге И вторым на рапире Недопуск сборной России В 2016 году Паралимпийским играм Это было мое главное разочарование В спортивной моей жизни Я туда готовился Я настраивался Очень сильно был готов Рассчитывал Ну так получилось Что сборная России Не приняла участия В 2017 году На чемпионате мира Первый раз я стал чемпионом мира Также мы никогда не выигрывали Сборная России Команда никогда не выигрывала Золото чемпионата мира на шпагах Вот это было первое золото И я первый раз стал чемпионом мира Эмоции просто переполняли Хотелось кричать Что я и делал в принципе Я фехтовал Я заканчивал бой Самый ответственный бой был на мне Последний бой Он длится до 45 Парни с моей командой Они уже закончили свои бои Они сидели Сжав кулаки И напрягшись И ждали Вроде все все отфехтовали А у меня как бы Самый последний Самый тяжелый бой Ну я его провел достойно Мы там с хорошим отрывом Выиграли Финальный бой Ну и конечно Я поначалу даже кричать не мог Потому что я был Настолько захлестнут Этими эмоциями Последним своим уколом Ну и в принципе Всеми пяти уколами Которые я должен был нанести В 2017 году я переехал в Краснодар Давно хотели Собирались Поближе к морю На юг Потеплее здесь Мы поставили себе цель Сильно захотели Поставили цель Не думая Не оглядываясь назад Мы продали то Что у нас там было Купили здесь дом И Изначально мы Два-три раза приехали Посмотрели Нравится-нравится Купили дом Ну и соответственно Чуть позже переехали Город очень понравился Чистый, хороший город Тепло Приятно Я сначала переехал А потом уже Начал налаживать Свой спорт Познакомился с тренером Телегиным Дмитрием Викторовичем Ну и с ним потихоньку Начали заниматься Тренироваться Он человек новый был В паралимпийском фехтовании Что-то объяснял Что-то показывал Ну и потихоньку Помаленьку Мы Начали развиваться Сейчас работаем Народ потихоньку Начал прибавляться У меня сейчас два тренера Спарринг-партнер Дополнительно Появился Действующий спортсмен Я сейчас один Иногда возникают Конечно сложности Не хватает Спарринг-партнера Ну Теперь Маленько Я считаю Что это наладилось Потому что Есть парень Есть Артем Который Садится без всяких проблем В коляску И абсолютно Равноценно Выполняет Задачу Которую бы Мог выполнить Спарринг-партнер Всего медали Всех медалей У меня Примерно Ближе к 70 Вот Самые ценные Мои медали Это Медали Привезенные В 2019 Году Чемпионата мира Последний Чемпионат мира Для меня был Самым тяжелым И самым триумфальным Я привез Четыре медали Чемпионата мира Золото Серебро И две бронзы Я Так получилось Что я выступал Четыре дня И каждый день Я взял по медали Разного достойницы Супругу Мою зовут Екатерина У меня Три дочки Елизавета Есения Ева Девять Шесть И четыре годика Елизавету Назвал я Старшая Самая первая Доча моя Нравится Имя Елизавета Ну Решил так Назвать Потом Думали Ну раз Мама Екатерина А дочка Елизавета А теща у меня Елена То Будет у нас Внесение Вот Ну а Ева Уже Нельзя было Отказываться С традицией Я думаю Что человек Каждый человек Который попал В определенную ситуацию Сложности Произошли Очень сильно Поменялось У него многое В жизни Он Самое главное Он не должен Опускать руки А пытаться Себя найти Не важно Где он Себя найдет Главное Чтоб он Чем-то занимался Ему это нравилось И он что-то хотел Когда он Ничего не хочет Вот это самое Плохое То что может Произойти Не то что он Стал инвалидом А то что он Больше ничего Не хочет в жизни Самое главное Чтоб не опускали руки Они где-то Смогут себя найти Но нужно быть Целеустремленным И с большим желанием Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok